Я открываю круглый стол, право на молитву, опыт споров вокруг православно-католических, лютеранских храмов, домов молитвы и мечетей. Летом прошлого года на базе Института Европы Академии Иран состоялся круглый стол под названием «Право на молитву», на котором присутствовал епископ Альберт Радкин. По итогам круглого стола выявились проблемы с церковными зданиями, в связи с чем епископам было написано несколько обращений главам регионов и государственных служб с просьбой предоставить информацию о состоянии дел. Один из таких регионов стала Омская область. Здесь лютеранская община более 20 лет пытается вернуть историческую кирху, которая превратилась за эти годы в музей при культурном центре УВД Омской области. 28 января 2022 года съемочная группа нашего канала прилетела в Омск. Встретить нас и помочь в организации съемки вызвался пастор церкви «Жизнь» города Омск Иван Лучанкин. Все эти три дня мы жили в его доме. В воскресенье он пригласил нас на богослужение в свою церковь. Потом отвез на встречу с лютеранским пастором к кирхе. Случайно перепутав адрес, он высадил нас не у церкви Ингрии, а возле немецкой кирхи. Мы подумали, что все это Божий промысел. И попросили рассказать про историческую кирху, расположенную в крепости пастора Евгения Филиппова. Он любезно согласился. Иван Бухгольц с отрядом по повелению Петра Первого прибыл сюда, в эти степи, и построил первую крепость. Уже был, церковь тоже построил? Да, и распоряжение, опять же, Петра Первого, и церковь православная первая была построена, и молитвный дом был построен. Для иноверцев говорим, и потому что Северная война, большое количество прибывало сюда военнопленных, которые помогали в строительстве. А затем даже подвез нас по правильному адресу. Здесь нас встретил пастор Игорь Джонович Креас и познакомил с историей лютеранской общины. Помогла сделать ремонт, легендарный у нас пастор. Пастор Лот, вот в этой церкви Святой Екатерина у нас проходит рукоположение пастора Лучегова. Пастора Лукоположения Гали, вот лестница на второй этаж, и епископ, и юхо, вот я. Сенатом в Финляндии посланные священники, которые служили от основания Омской крепости от 1716 года. Михайлов, Катарский район, там вот и Литковка немецкая, и Эстонка, Эстонская. Вот у этих немцев там в Литковке церковь большая не построили. Побывали мы и в музее Достоевского, записав интервью с его хранительницей. Достоевский не легкий писатель, он для подготовленного человека, его не в каждом возрасте и поймешь даже. Он настолько человек, обладающий эмпатией, настолько и философ, и психолог, и вот это он так смог изложить. О своих этих преступлениях и наказаниях, он практически переработанный Евангелие в литературном стиле. Но это, в общем, не каждому дано так проникнуть в веру и настолько быть убежденным верующим. Вера ему помогала. Попробуй выдержи их всего. Человек 8-10 было интеллигентов, так сказать, деворян. На все 150 человек, которые находились на каторге. И они же их встретили в штыки. Вообще, освоение Сибири было разными людьми, это первое. Что касается офицеров, то они с удовольствием ехали сюда, поскольку быстро продвигались по службе. Это большинство, конечно, немцев и прибалтов. Именно здесь сделали карьеру, а потом перебирались в европейскую часть России. Далее, будем говорить, шло, когда освоение Сибири, и плюс ссылали за неблагонадежность. Область продолжает быть многонациональной. И когда у нас проходит День города, но вот пандемии не было, то присоединиться в диаспорах, идут в колонны, в своих костюмах. Устраивают, конечно, какие-то там представления, песни поют и угощения делают. Вечером понедельника мы покинули гостеприимный Омск и направились обратно, увозя с собой отснятый материал и теплые впечатления от холодного сибирского города. Следите за нашими выпусками и репортажами. А наш канал «Взгляд с небесный» продолжит знакомить вас с интересными историями Сибири современной и страницами прошлого. До скорого! Побыли вместе очень интересно и, на мой взгляд, плодотворно встречаться с людьми разноплановыми, разнохарактерными, не сконцентрированными на чем-то одном. И пусть это все между нами общение, оно принесет много доброго плода в нашу общую жизнь и в жизнь людей, телезрителей. В общем, встречайтесь, люди, общайтесь, наслаждайтесь друг другом. Жизнь, она очень многогранна, многообразна и приятна. Жизнь, она очень многогранна, многообразна и приятна.